Ну что, друзья, наверное, это случилось. У нас почти 500 подписчиков, и наконец-то настала пора снимать влоги. И это наш первый влог! Влог в помощь. Влог в помощь. Вот мы дома, у нас сегодня выходной. К нам приехал брат Максим, это мой родной брат. Здравствуйте. С сегодняшнего дня вы будете на ютубе, представляете? Спасибо большое. Вот, это наш сын. Здравствуйте. Вот, все. А это наш муж. А это наш муж, вот. У нас сегодня чисто. У нас сегодня чисто, нам сделали уборку. Я хотел сказать, мы с утра делали уборку. А, мы, мы, мы. Мы делали с утра с нашим мужем. Мы делали уборку. Такие у нас выходные. Вот такие у нас братцы. Такие вот, да, у нас. Кстати, он единственный в семье наш отличник. Как будто подкидыш. Ай, подкидыш. Что, завидно, что ли? Мы всегда считали, что он подкидыш, потому что мы не такие умные, как он. Может, так есть. Может быть. Он, кстати, единственный не похож на папу. Все остальные похожи на папу, а он похож на маму. Ну, мама так говорит. Мне кажется, что нет. Муж! Ты объелся груш. Я вот только-только еще смирился с тем, что она блогер ВКонтакте, в Инсте, а сейчас еще Ютуб. А как же моя личная жизнь? Ну, ты что сегодня делаешь-то? Вот у нас такая баня, кстати. Баня-бочка, вот такая история. Это не реклама, но правда классная штука. Кто хочет быстро. Но обычная баня лучше. Ну, грестия, конечно. Ты сегодня у нас топишь баню? Ты всегда у нас топишь баню? Да, я прибираюсь еще. Ты еще не топишь? Я, жена топится, но ты не видишь, что ли. Вижу, вижу. Я еще и прибираюсь. Вот классная штука еще нам подарили. Матрас. Да, матрас. Там всякая полы, всякая такая трапка, она пахнет вкусно. И можно вообще спать. Чего? Красивая ты такая еще. Ты меня подстригт сегодня. Да, вот пойду. Непонятно, во что одеваться. Мы с Тимуром одеты зимой вот так. Как будто зимой. И Румиль вот так. И Максим вот так. Правильно, голышом проехаешь. Но. Куда пошли? Побежали, побежали. Короче, женщина, давай это. Освободишься, помой здесь все. Что? Ты что? Что слышала? Кто женщине рот вообще давал? Это. А если я найду? Хотите узнать, что хранится у нас в холодильнике? Так. Так. Рыба. Сардельки. Вино. Кстати, невкусное вино у нас осталось с дня рождения. Максим. Это что? Нашла, что ли? Таких не было там. В смысле не было. Это было в холодильнике. Да я никогда не могу найти ничего в холодильнике. Пока ты не посмотришь. Ага. Так было интересно. Как происходит так, что Рамиль что-то там идет искать. Вообще мужики идут что-то искать. Говорят, нет, нету, иди найди. Баба идет, ищет и находит. И все на месте. Потому что бабы запрячу так, чтобы только они нашли. Ничего я не прятала. Это, кстати, Рамиль убирал. Тимур занят своим делом, да? Иди поднимайся. Давай. Давай, давай. Молодец. Как по-вашему из десяти? Насколько? Одиннадцать. Из десяти? Одиннадцать. Он отличный, кстати, если что. Расскажу вам историю. Я училась в колледже. Мне просто простите. Я училась в колледже. У меня была какая-то контрольная работа. Второй курс, по-моему, в музыкальном колледже. У нас не сильно там классная математика была. И у меня было задание посчитать какие-то проценты. А я знаю, что Макс, он, по-моему, был там сейчас в восьмом или в седьмом. В шестом классе. Я помню, что Макс недавно проходил этот предмет. И я звоню Максу. Я на втором курсе в колледже. Звоню Максу. Я говорю, Макс, реши мне быстро. Он мне решил, я получил опять. Понимаете? Нет, знаете, как это все было? Она мне звонит, а я в огороде копаю картошку. Я одной рукой копаю картошку, другой рукой телефон держу и говорю, видите, как решать задачу. Понимаете? А как ты закончил школу с пятерками только? Ага. Почему всем так не везет? Еще золотая медаль, кстати. Мальчиков, мальчиков. Ага. Таких мальчиков знаешь, сколько я несу. Помогай, Макс. Помогай. 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 Я не видео-мейкер, как это называется? Палец убери с камеры. Нет, палец на камере. Всё хорошо. Давайте будем тестировать, что приготовил Макс, а я съела. Оценка из десяти. Девять. Сбегали. Сестра говно. Давай заново переснимем. Оценка из десяти. Одиннадцать. Почему такая высокая оценка? Я не ожидал. Вкусно? Тимур, покажи. Вкусно? Как же вкусно. Иди, я тебе сейчас покажу, как вкусно это всё. Как же это вкусно. Конечно, это настолько вкусно, надо убежать и съесть. Да? Тихая. О, заносит аж на поворотах. Тут как-то так. Всё. Тебе нормально, блин. Тебе. Тебе. Второй раз пробовать маршмеллоу. Пробуй. Мама смотрит сериалы. Вкусно? Да. Идём. Я сяду. Так. Это кому? Вкусно? Да. 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 Тихая брюхо, мука попалюк пошла. Мука денежку нашла. Пошла мука на базар и купила самовар. Приходит идти тараканы, я вот чай могу еще. О, тараканы прибегали во все чайные выпивали. А букашки по три чашки с молоком и кондельком. Нынче муха, цыкатух. Именинница. Чё тебе, сынок, не нравится наш радио спектакль? Да. В год к нам приходит уборщица и делает уборку. Один раз вообще в жизни. Ну да, в смысле один раз. Просто приехали в этой зимы и поняли, что тут всё. Тут рота солдат сжила с лошадьми. В общем, она делала уборку и сказала, давайте её ещё в шкафу приберусь в шкафу. Вика! Да, давайте. Не надо всё рассказывать. Не знаете, что она сказала? Не важно, что она сказала. Я не знаю, где какие вещи, потому что они все маленькие. Там одни только ваши вещи с Симуром были. Нет. Да, да. Вика! Естественно, я безумно люблю своего мужа, но я его всегда подстёгиваю, что у него маленький размер ноги и он ростом меньше меня. Вот. Размер у него такой же, какой у меня. Это не история из тех, что так мило надевать мужскую рубашку, потому что она выглядит как платье. Нет, она мне по размеру. Поэтому я всегда подстёгиваю его. Ай, я тебя люблю. Хоть и маленькие вещи. Это же очень смешно. Доброе утро. Влог. Влог в помощь. я в детстве такое ел у меня мама стала работала мы такое в детстве не ели до макс доброе утро макс максим у нас спортсмен каждое утро делает зарядку рамиль утром не делает зарядка 4 рассказываешь это он перед тобой дело зарядку давай честно мальчики доброе утро пошлите кушать завтракать тимур пойдем завтракать пойдем омлет кушать товарищи как проходят наши съемки рекламы вообще роликов вот мы собрались развлечиться хочу он не может попасть в губы написали звуки написали стихи странного чем там надо надо попасть в стихи в музыке он не может попасть может снимаем 50 раз бакс давай бей бакс дядя максим научил тебя да так у нас поваренок рамильчик а кстати очень вкусно готовят мы участвовали в этой передача жена рулит там нужно было мужьям готовить он такое приготовишь мне так было стыдно за то у меня марина фидунки похвалила что умный как красивый таланты типа того насказал это я так запомнил готовит он дома по крайней мере очень вкусно я даже не подхожу я сказал что старые у меня такие харди и альцгеймер и что-то еще тимур мама надела да пошли подстригаться пойдем папа надень папа какой папа черный вау так красиво орли кино орли кино татаратах смотрят и вот так удивляется поехали поехали покатаешь пацанов покажу как надо правильно годить Это меня пугает еще сильнее. Давай как я лучше. Как? По-пенсионерски? Что ты? Сыр, что ли? Я вообще не ссу. Ну и все. Пускай там люди ссут. Ну что, друзья, это был наш первый влог. Ставьте пальчики, подписывайтесь на наш канал. Мы всегда вам рады. Если ждете следующий влог, пишите в комментариях. Перезапишем или пойдет? Пойдет.